если позволите я начну у меня сейчас гости они приехали за саженцами собака на скайбальской степи где кон не валялся и макар телят не гонял но у них все растет который раз вы приехали 3 так вот значит вы как бы эту тему мне надо продолжать они сейчас с удовольствием ждут сергея купить саженцы читает книги вот а я еще надеюсь что может купят хоть одну из двух и вот смотрите самый разгар нашей беседы вы позвонили а я беру и записываю наш разговор а вдруг по теме представьтесь пожалуйста у меня дата рина это омская область муромцевский район это север омска а мы собираемся сажать сад еще ни разу не сажали вообще ничего не делали мы просто городские люди приехали на землю жить и вот по вашей методике по выбрали вас как нашего учителя и хотим на целине где у кого ничего не растет посадить но у наших соседей в этом случае сад по вашей методике вот мы заказали косточки соответственно они нам пришли часть проросшие уже и вот вам звонил за дальнейшим руководством что мне делать я сейчас только убеждал их я говорю как но они еще может книги не купят я говорю если эти купить книги как вернуться деньги у меня четыре человека подряд покупали тысячу косточек тысячу тысячу и пять тысяч так это же готовый питомник намек поняли сколько у меня косточек купили а те самые остатки все правильно да ну тут конечно коммерцию не развернешь ну ладно закладывайте матрицу сад а там видно будет так теперь вы сказали да да просто что сейчас делать нужно не на целине сажать вы говорили да раскопать грязь и шкур хорошо это дано не больше чем на сантиметр посадить семена правильно правильно если будете успевать поливать потому что кто раз неделю приезжает то толку не будет да смотрите можно было бы те которые только проклюнулись и уже видно что не просто растрескались так бывает вот а уже появилась хотя бы хвостик это такие есть у вас это хвостик это корешок так вот когда вы их посадите садить на бок надо на суп корешок был утоплен в земле так вот можно часть посадить на постоянные места вы сэкономите годы пересаживать не придется вот здесь делаете холмы на всякий случай два раза погуще они там не 5 на 6 как учат а допустим 4 до 4 2 на 2 это же не будет трактор там не будет в междуряде а в часть из них все равно сожрут мышь и даже не сомневайтесь вот поэтому 2 на 2 с расчетом что природа сама проведет вот и сколько сможете допустим этому 20-30 которые проросли бы желательно на постоянное место вот когда все спали я говорил черт возьмет зайдет не взойдет вот это уже другой вопрос хорошо поняла часть часть на постоянной часть посадим так в грядочку а в какой-то стани между косточками сантиметров 5 здрасте а как потом вы капать то будете 5 сантиметров 5 сантиметров это длина спичного коробка нет садить будете садить будете которые не на постоянку а в школку как будет садить как овощи садить с густотой помидор да это которые временные но даже те которые временные которые потом предстоит пересадка в некоторых из них самая мощная красивая ставите навсегда так хорошо поняла так и поливаем чтобы не просохло да вы меня удивляетесь на вопрос я вам просто объясню а мы вообще первый раз уже мы ничего не сажали ни помидорами правильно а книгу купить у меня не могли вот у людей желание борется так что вот хорошо а вот эти груши яблони то же самое по той же схеме семечки да по той же схеме груши яблони все и соответственно поливаем они должны зайти и я вам потом расскажу что у нас получилось да желательно фотографии сейчас это легко да да пришли фотографии вам потому что у нас ни у кого ничего здесь не растет но у вас враги будут первые враги будут мыши вот они могут но у нас коты мы с великотовками что они хорошо мыши ловят ой слава богу самые лучшие друзья это коты да у нас два брата Чук и Гек они наши помощники вот и сейчас я все сделаю пойду вот прослушка пошла уже два дня они в холоде сейчас лежат ну не в холоде а погребе и сейчас все сделаю пойду спасибо вам большое Валерий Покотинович на вас наша надежда нет у вас все начнется хорошо потом сберечь это богатство вот да да ну поэтапно поэтапно все да сначала сажаем да 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 внесем сейчас сидят мышь да да ну тебе нужно что нельзя это делать нельзя так делать я всегда удивляю знайте я еще пусть это не совсем как к вам относится Я не спрашиваю, там, ваше мужское население, охотники или нет. Но как допустить зайцев в сад, это объедают, вы знаете, вроде смеяться грешно, да? Объедают целые дачные эти, массивы, объедают зайцы, вот. Ну, мы же само собой. Но зайцы, ой, я смеюсь, грех смеяться. У нас очень, не, у нас вот эта проблема станет остро, потому что мы живем вдвоем с моей сестрой, да, с ребенком маленьким. Мужчины с нами не живут, у нас соседи охотники, конечно, там есть. Но вот проблема для нас это станет. А мы живем прямо в лесу, вот прямо вот 500 метров и тайга. И, соответственно, зайцев тут море вообще, просто море. И вот как это потом уже, не знаю, тему это все дело защищать, это надо будет думать. Ну, как думать, ограду надо, такую, чтобы пролезть не могли. Я когда, мой совет, мой опыт, в 84-м купил участок, в 85-м весной посадил первые саженцы. Вот. 40 лет прошло, а я помню. И в ограде было 3-4 отверстия, которые проходили спокойно зайцы. Я их, о них и не думал тогда, что на севере я их петлями давил, опыт был. И даже по эти самые, нехромовую, запоминайте, даже нехромовую эту самую, нехромовую, ну, в общем, леска, не леска. Проволока из нехрома. И вот, значит, опыт пригодился. Только они мне обожрали все саженцы. Все. Которые я купил. Ужас. Вот. Выпал снег. Густые очень. Густой снег. И очень такое получилось, пробили тропы. Я на всех четырех поставил петли. Это, конечно, варварство дикое. Вот. Но на другой день, ну, местные ребятишки, или взрослые, или, может, голодные, я видел, что петли есть, пуха море, зайцев нет. То есть местные сняли их. Ну, все, все же на виду. У них тропа у зайчей была. По центральной улице густая тропа. Мне это так поразило. И ни один человек в деревне за ними не гонялся. Ну, а потом я уже, это, когда попадались, я уже просто скормил собак. Валерий Константинович, а неужели они снег разрываются? У нас какой случай снега вообще? Ой, у них, зайцам машь снег. Они спокойно, это, когда я бывало, охотился на зайцев, идешь, идешь, нету зайцев, а потом, смотришь, уши торчат. А, они снегу вспланили. Тогда да, снегом не преграда, надо забор ставить однозначно. Да, без забора все напрасно, и деньги выбросили тогда напрасно. Понятно, хорошо, спасибо вам за рекомендацию, Валерий Константинович. Просто мужики в деревняхе съездили настоящие мужчины, настоящие. Да, у нас тоже нет, нет. Если готовое мясо бегает по улицам, готовое мясо. Вы понимаете, шкурка, прекрасная зайца шкурка бегает, и никто не может его, это, за уши. Да, да. Так у нас и народа нет, у нас всего 4 дома, 5 зимой, это все. Ничего у нас нет, тут ни магазинов, ни школ, ни автобусы сюда не ходят, это в тайге вообще. Поэтому вот нужно на самообеспечении быть, самим вырастить все, чтобы было фрукты у нас. Вот два мужика сидят, видите, улыбаются. Зовите к себе оттуда. Нет, да, все приезжают, говорят, о, как вы тут живете, ничего нет, все же привыкли в городе жить. Знаете все, знаете, вы можете прямо сейчас громко сказать свой номер телефона. В надежде, что кто-то из сотен мы... Не надо, не надо. А может не надо, неизвестно, кто откликнется. Да, не надо, мы сейчас сами начнем. Мы вот выбрали ваш метод, нам понравился, потому что копать не надо. Мы две женщины думаем, ну, а вот так-то наносить земли намного проще, чем копать, да? Ну, на саженце-то. Тем более один раз. Потом придется все-таки косить 3-4 раза за лето. А больше ничего делать не надо. Да, мы купили уже котелку электрическую вот эту, чтобы, ну, не бензо, нам с бензой не справиться, а с электрической мы справимся. Ну, молодцы, молодцы. Так что вот, ну, вот, потом вам все расскажу, покажу, сфотографирую. Ладно, все, заканчиваем. Потом мужики смеются, неизвестно, над чем смеются. Ну, хорошо, всего хорошего, до свидания. Ладно, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...